С минуты молчания в память о погибших во время январских событий началось заседание Мажелиса в столице. Перед депутатами с докладом о расследовании выступил генпрокурор Берек Асылов. Он сообщил, что стрелять в участников беспорядка в силовики начали до приказа президента. По словам главы надзорного ведомства, впервые огонь представители силовых структур открыли в 16.00 5 января по людям, пытавшимся захватить резиденцию президента Валматы. Он также подчеркнул, что это была попытка госпереворота, за которыми стоят конкретные люди. Подготовка шла в течение года. Попытка была предварительно запланирована в 2021 году. Организована была преступной группой религиозными экстремистами и сторонниками ДВК. Была попытка захвата власти. В отношении экс-председателя КНБ и его заместителей были начаты уголовные дела. Хочу сказать, что мы выявили 18 организаторов массовых беспорядков. Между тем, по словам главы МВД Марата Ахмеджанова, для восстановления порядка полицейские и военнослужащие применяли спецсредства нелетального действия. Так как в нападениях на силовиков участники беспорядков использовали арматуру, бутылки с зажигательной смесью и другие предметы. Трагедия, уважаемые коллеги, могла быть еще масштабнее, если бы сотрудники не выполнили комплекс мер, предусмотренных законом. Прокуратуре дана правовая оценка, их применение признано правомерным. Спасибо.